Ёжик! Ёлки-иголки! Да, сегодня мы отправимся в мир удивительных смешариков и будем пародировать с тобой голос Кроша. Если ты хочешь научиться, то поставь лайкосик, оформь и подписочку, и мы сразу же отправляемся вот этот ёжик тут, вот тут «Ай, укуси меня, пчела!» Копаточ присоединился к нам, и мы начинаем изучать, как говорить голосом этого волшебного кролика без часов. Это же не Алиса в «Стране чудес», ёк-макарёк. Давай же, делаем первое упражнение. Чтобы говорить голосом Кроша, необходимо поднять гортань. Гортань — это вот эта вот штука. Видишь, у меня вот тут кадык. Да, и вот тут вот это у нас гортань. Чтобы её поднять, необходимо сглотнуть слюну. Вот смотри. Видишь, она поднимается. Я глотаю, и она поднимается. Ты точно так же можешь. Давай-давай-давай. Не дрейфуй. Теперь, когда ты понял, как поднимать гортань, вам необходимо с приподнятой гортанью сказать какую-то фразу. Например, вот я глотаю слюну. И говорю вот так. Во, я говорю вот так, и у меня голос вот такой, прям волшебный. И вот тут вот начинается самая такая дилемма. Необходимо поймать вот определённое положение гортани. Оно находится вверху, но чтобы оно было похоже на звук Кроша. Звук Кроша не похож на вот такой вот голос. Он немного воздушный. Вот так вот. Ёжик, 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 ёжик. Слышишь вот так вот? Воу-воу, вот оно, звучание пошло. Возможно, тебе также поможет поднять гортань и сделать вот это вот волшебное звучание Кроша. Тебе понадобится немного направить звук в нос. Вот так вот. Ёжик, ёжик, ёжик. То есть, как бы немного в нос попробуй поговорить. Как это, так скажем, понять то, что ты говоришь в нос? Зажимаешь носик вот так вот, а? И всё. И посылаешь звук вот сюда. Вот тут вот ощущается вибрация. Если вибрация не ощущается, значит, ты говоришь обычным образом. Если ощущается, то значит, ты говоришь, компания Пикчерс представляет. Вот так вот говоришь, значит, в нос идёт. И ты попытайся совместить. Вот ты приподнял. Тут двойное действие. Смотри, глотаешь слюду. Ты говоришь вот так, вот так, вот так, вот так. Ёжик, ёлки-иголки, ёжик. То есть, по-разному пробуешь, экспериментируешь, и я думаю, что у тебя получится. Самые важные критерии – это поднять гортань. Дальше уже всё намного легче. Также, если, возможно, у тебя немного другое строение организма, совсем другой тембр, то тут необходимо просто иногда экспериментировать с говорением на верхнем регистре. Как это отпрактиковать? Ты просто берёшь нашу волшебную букву КУ, У, 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 и начинаешь говорить ею наверху, вот так вот. У, 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 как будто ты филин. Давай, попробуй. Хорошо, молодец. Я надеюсь, что ты повторял, а не сидел с таким лицом. Хм, мы смотрим Доктора Дугара уже в течение двух секунд. Да, попытайся поговорить. У, 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 У. У, 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 У Ёжик! 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 В общем, пытайся, и потом у тебя получится Ёжик! Ёлки-иголки! И вот Ёлки-иголки у тебя должно быть такое, как бы... Иголки! И у тебя в конце фразы идёт некоторый спуск. То есть Ёжик! Ёлки-иголки! То есть, ты заметил? Ёжик! Ёлки-иголки! Оно спускается вниз, такой глайд идёт, скольжение вниз. В некотором роде. Попытайся тоже это проработать. Чтобы это проработать, попробуй сказать То есть, с верхнего вот такого Некоторое скольжение. То есть, как будто ты сверху говорил, вот она у тебя сверху. И потом он такой И потом у тебя получится Иголки! Иголки! И потом в сумме это Ёжик! Ёлки-иголки! Получается вот так вот. Надеюсь, что у тебя получилось. Ты теперь можешь говорить одну фразу Крошем, можешь потом практиковать другие фразы. Примерно один и тот же тембр у него такой, и ты уже сможешь там Гвозди! Кому гвозди? Или же там иные фразы использовать. Надеюсь, что я тебе помог. Если я тебе помог, то, пожалуйста, поставь лайк и как минимум Давай подпишемся ещё на канал и посмотрим вот тут видос, вон там видос. Тут много гайдансов есть, уже более пятнадцати пародий ты можешь научиться делать. Как минимум две-три у тебя получится уже сегодня, поэтому попытайся. Напиши, кстати, сколько ты уже можешь говорить голосами, какие голоса можешь говорить. Будет очень приятно узнать. В общем, всего доброго. С вами был Егор. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok